Здравствуйте! Продолжаем видео снимать из серии Ранчер. Зачем он вам не нужен? Ну уж извините, так получилось, что с каждым видео получается, что Ранчер, ну блин, реально никому не нужен. Вот, и сегодня мы продолжим тему про Ранчер, связанную с логированием. Будем собирать логи с приложений. Итак, прежде чем продолжим, некоторые пояснения, объяснения. Дело в том, что очень многие начинают смотреть не первое видео в цикле и потом постепенно следующее. Обычно так вот посередке начинают смотреть и не понимают, о чем разговор. Значит, мы рассматриваем Ранчер, причем я рассматриваю его с точки зрения облегчения жизни простым смертным. То есть предусматривалось, предполагалось мною, что Ранчер это такая штука, которая, ну, каким-нибудь группе программистов позволит там поднять свой кластер и, в общем, должно быть все легко и хорошо. И так раньше в старых версиях Ранчера, в ламповых, оно так и было. Сейчас, к сожалению, все не так. Вот, поэтому если вы будете смотреть это видео и удивляться, ну блин, ну ерунда какая, давай залезь в конфиги, в конфигах там что-нибудь пора, в ямликах. Ребят, я-то могу поправить, а вот человек, которому нужно по-быстрому что-то сделать, тот, в общем, замучается. Это вот такое маленькое предисловие. Значит, тем, кто продолжает смотреть цикл видео, у меня полетели виртуальные машины, у меня снапшоты вдруг навернулись, ну, с винтом какая-то проблема была, поэтому мне пришлось кластер восстанавливать с нуля. И сейчас я кластер, у меня уже версия 1.24.10, не 9, как было в самом начале, 10-й. Но версия Ранчера, вот она, здесь показана, остается прежней. Соответственно, все, что было связано с мониторингом, здесь отсутствует, потому что я просто вот, ну, видите, здесь нет раздела мониторинг, потому что мне пришлось все восстанавливать с нуля. Но это делается достаточно быстро, слава богу, Кубернетас позволяет быстро, ну, относительно ставить разные приложения, и за это я его, например, очень сильно люблю. Ну, а теперь, собственно, тема видео, логи, логи в ранчере. Значит, нам нужно установить систему, которая будет позволять собирать логи. Делается это в кластере в разделе Cluster Tools, вот здесь. Здесь есть раздел логинг, и мы должны будем его, вот этот логинг-систему, установить. Но прежде чем устанавливать, нам сначала нужно будет, вот так, вернее, сделать проект под логинг отдельный. Этот проект назовем логинг. Вот так вот. Я не буду сейчас тут лимиты, ресурсы, квоты и прочую ерунду делать, как бы не тема этого видео. Было видео про роли Base Access Control, и вот там это все раскручивалось. Здесь просто по-быстрому создам, честно говоря, лениво это все разворачивать. Итак, Cluster Tools, логинг, install. Здесь мы выбираем проект, куда будет устанавливаться система логирования, и традиционно выбираем Customize Helm Option Before Install. Почему? Дело в том, что если мы нажмем Next, 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 у нас будут сюрпризы, и достаточно неприятные иногда. Поэтому придется все равно ручками немножко покопаться. Customize Helm, Next. Docker Root Directory мы трогать не будем. System D Log Path. Ситуация следующая. Вы должны будете посмотреть, где у вас находятся журналы, которые ведет System D, и поставить соответствующую директорию. Тут два варианта, либо Run Log Journal, либо War Log Journal. Вы посмотрите, какой в вашей системе путь, и тот и подставите. В моей системе Run Log Journal, я это четко знаю, я просто посмотрел, он там есть. Поэтому я это дело оставляю как есть. Но этого мало. Нам придется все-таки еще повозиться с YAML. Вот открываем редактирование YAML. Что мы редактируем? Мы редактируем Value File, который конфигурирует Helm Chart, который будет установлен вот у нас в системе. Значит, как вы понимаете, штука достаточно непростая. Я скажу, что здесь абсолютно не все параметры, которые могут быть в этом Value. Это отдельная система, о ней мы поговорим чуть позже. Довольно сложная в настройках и так далее. Зачем я зашел сюда? Какую проблему мы будем решать? Так, давайте я вам покажу, с чем вы столкнетесь и в том числе я столкнулся. Вот наш кластер. Что у нас здесь? Ну, вы обратили, наверное, внимание, наверное, даже знаете, что у нас на Control ноды обычно ставятся тейнты. Если вы не знаете, что такое тейнты, заразы, ибн, если вы не знаете, что такое толерантность, вам данное видео смотреть рано. Посмотрите другие видео на канале, где вот рассказывается про все эти дела и только потом возвращайтесь сюда. Потому что подробно объяснять не буду. Так вот, на Control ноды обычно ставят тейнты, и здесь не исключение, у нас установлен тейнт, ноды роли, кубернетес, ио, мастер, равно. Значит, у этого ключа Value не установлен, значения нет, но есть Action, No Shoulder. Ну, то есть, ну, в любом случае, этот тейнт есть. И если мы с вами ничего не сделаем и просто тупку установим систему сбора логов, то вы увидите, что система сбора логов установится на Worker ноды, а на Control ноде этой системы не будет. Почему? Давайте смотреть. Вот у нас Values файл, и мы даже, вот не зная его формата, но мы можем сразу согреться на раздел Toleration. В данном конкретном случае kubi-audit false, он не сработает, но неважно, тут где-то ниже еще есть Toleration, вот он у нас относится к этому приложению. И давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь написано, что у нас Key, бла-бла-бла, Control Plane, бла-бла-бла, etcd, а у нас бла-бла-бла, master. То есть, вот это заранее заготованное Toleration, они в нашем с вами случае работать не будут. Если я повторюсь, мы тупо установим в эту систему наш кластер, на Control нодах она работать не будет, она не будет собирать логи с Control нод. Вот такая засада. Поэтому нам нужно постараться добавить свою толерантность, Toleration свой. Значит, я писать это все, естественно, по памяти не буду, у меня вот есть соответствующие файлики, соответствующие Redmi, это у меня GitHub, ссылочка на GitHub традиционно внизу будет под видео. Соответственно, мне нужно добавить тейнты, ну, например, вот в этой секции. Я повторюсь, я не знаю, что это такое, да, условно, условно, я не знаю, что это такое, но я понимаю, что надо, чтобы оно работало. И аналогичная ситуация здесь. То есть, мы добавляем тейнты, причем, обратите внимание, поскольку у нас value отсутствует, мы просто используем оператор exist, то бишь, effect no shadow exist, вот этого нам достаточно. Все, больше здесь ничего делать мы не будем, нажимаем Next, здесь ничего не меняем, нажимаем Install, и сейчас Rancher запустит HelmChart с указанными values файлами и установит систему сбора логов. Да, давай, он сейчас запускает HelmChart, HelmChart запускается, 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 ну, в итоге у нас сейчас должно появиться здесь окошечко. Окошечко появляйся. Окошечко появилось. И, как видите, здесь спускается Helm, который устанавливает систему сбора логов. Это занимает некоторое время, немного, но я пока приторможу видео, вернусь тогда, когда это все будет уже установлено. Итак, мы видим Success, Helm установил систему логирования, давайте разбираться, что же нам поставили в систему. Так, что мне надо? Значит, кластер Local, Workload, поды, и мы с вами смотрим Project Logging. Вот, меня интересует то, что установлено в Project Logging. Он еще не установил, он еще, вот видите, в стадии установки идет. То есть, он написал, что Helm отработал чарт, но контейнеры вот запускаются. Итак, это в Project Logging был создан Namespace Cataloging System, и все приложения, связанные с этим, системы логирования, помещаются сюда. Мы видим, ну, тут вот имена контейнеров, да, мы видим, что у нас используется FluentBit, мы видим, что у нас используется FluentD, какой-то Mirrored Rancher, так, а, LoggingRoot FluentD, в общем, какая-то фигня. Какой-то Mirrored Banzai Client Operator. Что же в итоге мы с вами установили в систему? На самом деле, Rancher использует проект под названием Logging Operator. Да-да, еще один оператор. То бишь, мы будем не напрямую конфигурировать FluentBit, FluentD и прочие системы, что, в принципе, очень здорово. Если вы посмотрите видео на моем канале, посвященное ротации, тьфу, господи, ротации, логированию приложений и так далее, а их достаточно много у меня, этих видео, ну, там прямо вот мы берем FluentD конфигурируем, FluentBit конфигурируем, и это, в принципе, нормально. Но здесь было принято решение написать оператор. Оператор, что это такое? Приложение, которое конфигурирует что-то. И вот здесь мы с вами видим, так, где мы видим, вот здесь, видите, вот этот вот, собственно говоря, Logging Operator, который все остальное у нас запустил. Да. Немножко про Logging Operator. Смотрите, если взять, например, тот же самый Prometheus Operator, который мы смотрели немножечко, так немножечко смотрели, который используется в случае сбора метрик. С Prometheus Operator я работал, ну, относительно плотно, потом плюнул, ушел с него, но работал, я знаю, как он работает, то Logging Operator, я признаюсь, вижу первый раз в жизни. То есть, настраивать сбор логов при помощи оператора, ну, такое. А вдруг я хочу вместо, там, FluentD использовать тот же самый Vector. Есть такой замечательный проект, Vector, он хорошо работает с роутингом логов, и, ну, вот, не знаю, мы как бы вот при помощи этого оператора, мало того, что нам приходится изучать лишние конфигурационные файлы, вот эти самые Custom Resource Definition, которые здесь определяются. Ну, то есть, там, лишние ям-файлы. Так, о, мы еще прибиты гвоздями к определенным приложениям. Ну, ладно, это такое, камень в огород операторов традиционный, не люблю я их. Что же представляет себе Logging Operator? Значит, это приложение, Logging Operator, которое запускает FluentBit, приложение по названию FluentBit, на каждой ноде кластера, а также запускает приложение FluentD, либо syslog.ng, выступающий в виде роутера логов. В случае ранчера syslog.ng не используется, насколько я понимаю, а используется FluentD. То есть, у нас на каждой ноде кластера был установлен FluentD, и где-то у нас еще крутится FluentD, который является роутером логов, и который все поступающие логи куда-то может пересылать. Ну, там, в то же самое Lastic, в Kafka. В общем, выбор аутпутов, куда могут посылаться логи, достаточно большое FluentD, достаточно мощное приложение. Когда вы в ранчере, при помощи ранчера, средств ранчера, я опять же акцентирую ваше внимание на том, что мы будем стараться работать при помощи веб-интерфейса ранчера. Он должен нам облегчить жизнь. Так вот, когда вы при помощи ранчера что-то будете конфигурировать, на самом деле вы будете конфигурировать Logging Operator, который, в свою очередь, конфигурирует FluentD. Обратите, пожалуйста, внимание, FluentBits тупо запускаются на каждой ноде кластера, собирают все логи контейнеров, которые там есть, все, вот тупо все, и отправляют их в FluentD. Ну, а теперь прикиньте, огромный кластер, да, очень много приложений, у вас потоки по сети этих логов бешеные, FluentD тоже не железные. Представляете, какой нужен, какая мощность, чтобы это все обрабатывать. Ну, это так, немножко такой камень в огород. Так вот, возвращаясь к этой схеме, мы конфигурируем, на самом деле, именно FluentD, то бишь FluentBits конфигурироваться не будут. Вот все, что мы с вами будем делать, все параметры, которые мы будем добавлять, это конфигурация FluentD при помощи Logging Operator. И, по сути, всю работу по отбору нужных логов, фильтрации, внесения изменений и прочее, 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 отправление куда-то, это работает в FluentD. Вот такая вот схема. Что нам еще нужно знать про вот этот Logging Operator? Как я уже сказал, мы настраиваем роутинг логов, поэтому вот здесь документации, можно посмотреть, как это делается. На самом деле, есть две сущности, про которые мы должны знать. Ну, четыре, на самом деле две. Значит, есть такое понятие, как Output и ClusterOutput. Это сущности, при помощи которых мы конфигурируем систему, то есть Logging Operator, и указываем ему, куда отправлять собранные, отобранные каким-то образом логи. То есть, он не отбирает Output и ClusterOutputLog, он просто отсылает их, ну, допустим, не знаю, там, в File, в Elasticsearch, в Kafka, куда угодно. То есть, мы можем вот такие Output'ы определить. Определить их можем несколько. То есть, один Output отсылает в Elasticsearch, другой Output отсылает в Elasticsearch, в третий индекс, какой-то четвертый. Следующий Output отсылает в Kafka, и так далее. Чем отличаются Output и ClusterOutput? Ну, я надеюсь, тут нативно понятно, да? То есть, Output, он привязан к конкретному namespace, и если вы делаете сбор системы логов в пределах какого-то namespace, ну, там используется Output. Если вы делаете ClusterOutput, то им пользоваться могут любые, ну, немножко забегая вперед в эти Flow и ClusterFlow, любые сущности, которые отбирают логи из разных namespaces, и вне зависимости от namespace, грубо говоря, мы можем использовать ClusterOutput. Он не привязан к namespace. Тут будут всякие примеры, как конфигурируются эти Output, и какие у них параметры, ну, в зависимости от типа Output, у вас будут там разные параметры. Сейчас мы об этом говорить не будем, потому что мы постараемся пользоваться в WebMorder Rancher. Следующая сущность, которую мы должны знать, это Flow и ClusterFlow. Flow и ClusterFlow это сущности, при помощи которых мы отбираем нужные нам логи. Там есть такой понятный Match, мы при помощи фильтров каких-то отбираем логи, которые там нужны. Ну, допустим, логи только вот этих приложений, логи только этого namespaces, или логи только вот с этого ноды Cluster. Ну, там дальше мы увидим, там это все достаточно просто делается. А кроме того, что мы отбираем логи, мы можем добавлять туда разнообразные фильтры, которые могут вносить изменения, добавлять данные в эти логи. И, ну, да, вот фильтры, Match отбираем и указываем, какой output использовать для вывода, куда вернее присылать отобранные логи. Мы выбираем соответствующий output. Ну, опять же, есть Flow и ClusterFlow. Надеюсь, тоже здесь более-менее понятно. Кластер Flow, он не привязан к конкретному namespace, а Flow, он привязан к namespace. То есть, то есть, при помощи Flow мы говорим, когда конфигурируем Flow, что вот только вот в этом namespace, что бы там дальше не написал, только в этом namespace. То есть, вот эти две сущности, output и Flow, мы должны сейчас более-менее так представить себе, и дальше мы ими будем пользоваться при настройке логирования. Теперь, для того, чтобы хранить логи, то есть, мы при помощи output указываем, куда логи отправлять, но вот хранилище логов в поставку вот этого логин-коператора не входит. Он всего лишь собирает нужные логи, фильтрует и куда-то их отсылает. Вот это куда мы должны с вами сами будем настроить. Я сначала думал сделать по-простенекому, там есть такая возможность указать output типа в локальный файл. То есть, мы можем сохранить логи в локальный файл. Но поскольку это ранчер, оно глючит, оно не работает, и при попытке там настроить локальные файлы, получал ошибок. Разбираться мне с этим было реально лень, потому что я ранчером не пользуюсь, но мне даром не нужен. Вот, поэтому я решил пойти по накатанному пути. Я использую обычно для хранения логов Elasticsearch и OpenSearch. Ну, Elasticsearch сейчас уже меньше, потому что он, ну, понятно. Вот, ну, а есть у нас OpenSearch, практически клон Elasticsearch, да еще и бесплатный, вообще бесплатный везде. И то, что в Elasticsearch нужно покупать, в OpenSearch и бесплатно. У меня есть несколько видео, как OpenSearch вставить, и я вот согласно одного из видео, вот видите, у меня здесь есть директория OpenSearch, там где Admi. Я поставил систему OpenSearch как хранилище логов. Он у меня установлен. Как я его вставил, я рассказывать не буду, повторюсь, есть видео. Вот, если последовать этому Readmi и просто выполнить там три команды, в течение пяти минут у вас OpenSearch в системе будет установлен. Соответственно, OpenSearch у меня стоит в ранчере. Давайте глянем, что у меня здесь есть. Project Namespaces. Project Logging не надо. All Namespace. Я админ. Я могу все смотреть. Значит, у меня есть Namespace ES. Ну, по старинке Elasticsearch, хотя там внутри OpenSearch. И он ни в одном проекте не находится. Вот здесь у меня стоит непосредственно OpenSearch. Поскольку я предполагаю его использовать все-таки в системе логирования, я с точки зрения ранчера подцеплю, то есть Move, подцеплю его в проект Logging. Вот туда мы это сделаем. Вот здесь у меня есть OpenSearch. OpenSearch достаточно простой. У меня там две мастер ноды, две дата ноды и OpenSearch Dashboard. Dashboard это ибн Кибана, как в Elasticsearch, да? То есть, чтобы смотреть. Соответственно, он у меня находится в рабочем состоянии. Значит, Service Discovery, Ingresses. Вот, у меня есть Кибана Крюков Local. Тут просто есть пользователь админ. Я особо не извращался, простенько так, установка. Админ, пароль, паспорт. Вот, OpenSearch, как средство для сбора логов, у меня работает. Сейчас он немножко разогреется. Вот, у меня индексы, которые сейчас есть в системе. Как видите, это служебные индексы. Он простой, действительно чистый. Вот сейчас мы сюда и будем сохранять наши логи. В ранчере, после того, как мы забавили систему логирования, у нас вот здесь появился раздел Logging. Ну, вот он, глюк ранчера. Он здесь вот ничего не показывает. На самом деле, здесь должно быть 4 раздела. Ну, так ранчер, так ранчер работает. А может, я ошибся. Давайте, все-таки, All Namespaces посмотрим. Может, он нам покажет больше. Нет, не покажет. Значит, лечится это очень просто. Клавиша F5, обновить страницу, чтобы он все обновил. И у нас сейчас здесь все появится. Видите, вот на самом деле 4 сущности здесь. Ну, вот такие глюки в интерфейсе ранчера, они как бы не доставляют удовольствия от его использования. Как бы читаешь документацию, вот должно быть. Смотришь, нифига нет. Блин, нажми F5, получишь результат. Ну, что ж, сначала мы настроим Output. Я для простоты сделаю кластер Output, но с таким же успехом я могу сделать обыкновенный Output. Никакой разницы нет. Я просто хочу сделать сейчас, собрать, какую задачу? Я хочу собрать логи Control Plane кластера Kubernetes. То есть, всех приложений Control Plane кластера Kubernetes. Приложения Control Plane кластера Kubernetes, кроме Кубилета, Кубилет это отдельная история, если вы помните, они все находятся в namespace kubi-system. Ну, то есть, перефразирую, я хочу сейчас собрать логи всех приложений, которые находятся в namespace kubi-system. Вот что я буду делать. Значит, ну, я сделаю кластер Output. Повторюсь абсолютно по барабану, что так, что так. Это у нас кластер Output. Писать я не буду по памяти, у меня все записано, все ходы записаны. Значит, так. Ага, вру, поторопился. Значит, для того, чтобы работать с OpenSearch, мне нужно будет к нему обратиться с правами кого-то пользователя. Там есть пользователь-администратор, и у него есть пароль password. Для того, чтобы дальше настроить систему, мне нужно будет сделать секрет соответствующий. Значит, я не буду использовать ранчер, я использую линзу. В данном случае у нас OpenLens. Более удобный инструмент. Я здесь просто добавлю секрет. Значит, в секрет я добавляю namespace kubi-logging-system, то бишь там, где находится система логирования. И в нем делаю всего лишь одно поле. Это password и пароль этого пользователя. Ну, пароль пользователя администратора, но у меня password. Ну, вот так вот и есть. Все, создаем секрет. Закрываем. Возвращаемся сюда. Вернее, вот сюда. Итак, секрет создали. Дальше имя. Имя аутпута. Аутпута имя будет вот такое. Дескрипшн можно не писать, но потом, в дальнейшем, при помощи дескрипшн, как некий комментарий, вам потом не придется вспоминать, а нафига я это все делал. Значит, аутпут. Здесь мы увидим с вами кучу разных аутпутов, которые поддерживает, в данном случае, ранчер. На самом деле, вот этот логинг-оператор поддерживает больше аутпутов. И, к сожалению, вот здесь, в списке, opensearch'а не будет. Ну, потому что ранчер, типа, как бы opensearch'а не поддерживает. Хотя проект, логинг-оператор поддерживает. Мы ищем что-то похожее. Вот берем elasticsearch. Начнем настраивать его. Значит, схема обращения к opensearch. HTTPS, у нас там все красиво, SSL, все дела. Дальше мы должны указать хост, куда мы обращаемся. Ну, поскольку у нас все находится внутри кластера кубера, я здесь пишу неполное квалифицированное доменное имя, как это принято в Kubernetes, для обращения к сервису. Есть такой сервис opensearch'а-кластер-мастер, который находится на имспейсе ES. Ну, вот так. Дальше, 9200, это порт, куда мы обращаемся. Следующее, когда мы говорим про opensearch и elasticsearch, то там все хранится в индексах. И мы должны будем указать имя индекса, куда отобранные данные будут помещаться. В данном случае это будет control plane, ну, а вместо процент YMD, вы, надеюсь, догадались, год, месяц, день, то бишь, у меня каждый день будет новый индекс. С одной стороны, удобно так работать, когда не один огромный большой индекс, а много мелких. С другой стороны, там есть свои подводные камни. Ну, не суть, это сейчас не вопрос настройки там opensearch'а-ластика. В данном случае будет вот так. Так, вы можете на самом деле поиграться. А вдруг вам нужен индекс только на месяц? То есть, вот месяц, у вас есть индекс, и вы в один индекс в течение месяца данные сохраняете или логи. Или там, не знаю, недельный индекс. Ну, подставляете здесь соответствующий параметр, связанный там, который будет указывать неделю. Дальше, пользователь, с правами которого мы логинимся, информация абсолютно не секретная, он называется admin. А вот пароль мы возьмем из секрета. Как видите, вот здесь появился наш секрет, opensearch user. И ключ, который в этом секрете нас интересует, это password. То есть, мы берем отсюда данные. Verify SSL. Нам не надо. Несмотря на то, что у нас там SSL в opensearch'е, но он левый. То есть, ну, там сам левый сертификат. В общем, посмотрите видео про opensearch, там все рассказано. Поэтому Verify SSL мы делать не будем. Значит, output buffer. Ёшкин, матрешкин. Ну, сейчас пока здесь ничего делать не будем. Labels annotation делать не будем. Значит, сразу хочу сказать, что когда мы создадим вот этот output, он создаться типа elasticsearch, но вот этот output типа elasticsearch с opensearch'ем работать не будет. Там потребуется сделать дополнительные параметры. Вот. И если я сейчас сделаю edit as yaml, вот здесь edit as yaml, подожди, подожди, не уходи, и начну вот это все вот здесь писать, и сделаю create, нифига не заработает. Это глюк ранчера, глюк в интерфейсе ранчера. Back to form. Окей. Create. То есть, мы создали провайдер типа elasticsearch output. Ну, повторюсь, работать он не будет. Чтобы ранчер заработал с нашим opensearch'ем, нам придется, ну, в общем-то, залезть в yaml. То есть, при помощи вебморда мы это сделать не сможем. Поэтому, уже вот здесь, после того, как мы создали, мы выбираем edit yaml, и сейчас начнем немножко колдовать. Колдовать мы будем следующим образом. В принципе, вот у меня здесь есть все, что нам нужно. Значит, единственное, что хочу обратить ваше внимание, что у меня вот здесь вот так, индекс вот такой, я решил не морочь вам мозги. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот здесь у меня индекс на им вот такой, а здесь вот такой. Чуть позже мы про это поговорим. Что это за доллар так, откуда он берется, и где он используется, и как там все делать. На что следует обратить внимание? Значит, во-первых, мы должны будем сделать тип не elasticsearch, а opensearch. Ну, я надеюсь, это понятно. Это абсолютно валидные значения. Потому что, повторюсь, кластер output этого Banzai Cloud, там есть opensearch. Все хорошо. Следующее, что мы должны будем сделать, обязательно должны будем это сделать, это установить параметр под названием suppress type name true. Это фишки, особенность работы FluentDs, elasticsearch и opensearch, и этот параметр нужно в современных версиях elasticsearch и open обязательно устанавливать. Что это такое, подробно сейчас рассказывать вам не буду. Это документация по FluentD. Читайте, что оно означает. Ну, и еще одну вещь, которую мы добавим, это конфигурация буфера, что у нас где-то раз в минуту это все будет скидываться как-то так. Опять же, нужно читать документацию по FluentD. Что это такое и зачем оно нужно. В итоге, наш ямлик немножко изменился. Мы добавили параметры. В общем, вот таким вот образом. Делаем сове. И, как видите, провайдер у нас теперь unknown. И вот здесь мы не сможем выбрать edit config. Только как ямл мы можем это редактировать. Ну, вот такая вот засада. Web interface не предусматривает работу с OpenSearch. Следующее, что мы должны будем сделать, мы должны сделать Flow. Кластер Flow нам бессмысленно делать, потому что мы не будем лазить по разным namespace'ам. И, в общем, нам это не надо. Мы будем конкретно в одном namespace'е сидеть, поэтому я буду делать простой Flow, потому что он привязывается к namespace'у. Меня это вполне устраивает. Но Flow может пользоваться кластером output. Ради бога, я как бы это супер администратор, я могу много чего. Итак, Flow создаем. Ну, опять же, у меня тут есть шпаргалочка. Давайте будем потихонечку отсюда все копировать. Во-первых, мы должны выбрать namespace, к какому относится, к где будет этот Flow работать. Значит, у нас есть куби-систем, такой namespace. Указываем имя Flow. Так, похоже, да? Дальше указываем description. На всякий пожарный пусть будет. Ну, и дальше у нас есть раздел matches. Вот этот раздел matches. Как мы можем отбирать логи? То есть, какие фильтры по match мы можем отбирать логи? Мы можем отбирать на основании label, который есть у подов. То есть, вы там запустили deployment, какой-нибудь stateful set, подом присвоили какой-то label, и вот все поды с таким-то лейблом, таким-то значением будут отбираться. Таких лейблов мы можем добавить несколько. Мы можем отбирать ноды только с интересующих нас нод кластера. Мы можем отбирать логи по имени, то есть, с конкретных контейнеров, которые есть в системе. Но, поскольку у нас задача достаточно простая, нам нужно просто взять логи всех приложений, которые находятся в кубе систем, и их собрать. Вот здесь мы ничего делать не будем. На самом деле, как вы видите, match можно добавлять как end, как exclude, то есть, и не, ну, грубо говоря, поиграться можно с логикой. Но, повторюсь, здесь мы делать ничего не будем. Outputs. Ну, тут все очень просто. У нас либо cluster output, либо простой output. Мы выбираем cluster output open search.com.blain. Если у вас есть другие outputы, вы можете их тоже выбрать, то бишь, отобранные логи могут распараллеливаться в различные outputы. То есть, можно послать там и в эластик, и в кавку, и в файл сохранить, как бы, ну, наверное, да, здесь не получится. Вот. Вот это мы с вами, как бы, тоже выбираем при помощи секции output. Следующая немаловажная часть, это фильтры. Охо-хо-хо. Здесь вам придется читать документацию. Здесь вам придется читать документацию. Это по логин к оператору. Нас интересует, так, supported plugins раздел. И вот здесь у нас Fluentd filters. Все эти фильтры здесь описаны. Вы можете их почитать, по ним документацию, что это такое. Значит, в нашем с вами случае мы применим два фильтра. Два фильтра. Вот этих. Сейчас я их сюда прямо вставлю. Вот эти два фильтра. Давайте разберемся, что же они решают. Значит, первый фильтр в нашем конкретном сейчас случае я мог бы и не определять, но я на всякий пожарный его использую. TagNormalizer. Дело в том, что вот у меня в примере, вот здесь выше, видите, IndexName, я использовал вот здесь тег. И вот при помощи этого TagNormalizer мы с вами формируем этот самый тег. Мы говорим, что тег будет состоять из namespace, в котором находится, ну, тот контейнер, которого логи мы берем, точка. Дальше имя этого пода, точка. Дальше имя контейнера, точка. Если подставить вот сюда, то дальше еще будет год, месяц, день. Таким образом, если вот воспользоваться вот такой штукой и вот этим делом, у нас с вами будут создаваться отдельные индексы для каждого контейнера. И когда у вас под рестартанет, и будет другой под, то у вас будет новый индекс. То есть, как вариант, вы можете сохранять это все не в одном индексе, как делаем мы. То есть, все логи у нас будут вот в одном индексе. А мы можем с вами вот для каждого отдельного контейнера сделать свой индекс и хранить в отдельной логе этого контейнера. Ну, такая довольно забавная штука, удобная. И, в принципе, для этого нужен вот этот вот фильтр TagNormalizer, который нам с вами это все сделает. вторая фишка, которую нужно использовать, и мы будем использовать ее обязательно, это Cube Evans Timestamp. Он решает проблему отсутствия поля Timestamp события, поля Timestamp события в том потоке информации, который будет передан, ну, в нашем случае, после FluentD в Elastic Search, в OpenSearch. Когда я конфигурирую систему сбора логов вручную, я настраиваю FluentBit, вот тот сборщик логов, чтобы он смотрел лог, в логе искал поле Time события, когда было произошло событие, и формировал вот какое-то поле, связанное с этим временем. Но в данном конкретном случае FluentBit выполняет функции простых тупых сборщиков логов, и там это сделать нельзя. Я подозрумеваю, подозру, подозру, пфу, я предполагаю, какой могучий русский язык, да, я предполагаю, что можно, в принципе, при помощи каких-то фильтров вот этого логинг-оператора сделать что-то похожее, и из конкретных логов вытащить конкретный таймштамп, но здесь это не получится, потому что у нас мы собираем логи всех приложений, которые находятся в Ninespace и QB System, а они разные, они разные по формату, они разные, в общем, вообще разные, и там угадать фильтром, ну, очень тяжело, поэтому мы поступаем следующим образом, мы определяем фильтр QB Event Time Stamp, который генерит нам поле M-Time, куда он будет помещать время события, которое было логом, оно, конечно, левое немножко, оно может там не совпадать с тем, что находится внутри самого лога, ну, что делать, приходится выкручиваться, ну, и дальше, какой из Event мы туда можем подставить, вот такой фильтр мы с вами создаем, но, вообще-то, хочу напомнить, что, в принципе, у меня было видео, я хочу просто напомнить вам, что они у меня есть, два видео, это пожелание программистам микросервисов и пожелание девопсам, и в обеих этих видео, в обоих, в обеих, в общем, в этих двух видео я уже рассказывал, что желательно, чтобы логи были в JSON формате, и желательно, на весь проект они были в одинаковом формате, тогда сбор и разбор этих логов, индексации и прочее, ну, можно легко автоматизировать, ну, так, но в нашем конкретном случае мы Flow просто создаем, делаем Create этому Flow, можем посмотреть YAML, итоговый, как это все получилось, ну, собственно, вот KindFlow, здесь у нас есть Global Output, Local Output пусто, Match раздела нет, потому что мы отбор логов не собирали, и все это собирается с Namespace, потому что это Flow и находится в Namespace и QB System, собираются все логи с Namespace и QB System, ну, фильтры, в общем, все мы здесь с вами видим, что у нас в итоге получилось. Логи начали собираться, давайте посмотрим OpenSearch, индексы, у нас, по идее, должен появиться индекс, у нас еще не появился, интересно, почему, вот, теперь, теперь тоже не появился, ну, что ж, давайте займемся Trouble, шутингом, будем отстреливать траблы, как и любой другой админ, когда мы занимаемся исследованием проблем, мы первое, что смотрим, логи, логи систем, логи приложений, вот точно так же мы с вами и начинаем смотреть логи, значит, нас интересует Project Logging, чтобы тут много всего не возилось, так, поды, значит, что у нас есть, у нас есть Fluent Bits, которые собирают логи, мы, нас интересует Namespace CubeSystem, Namespace приложения Control Plane находится обычно на Control Node, поэтому, в первую очередь, мы смотрим логи сборщика логов, которые находятся на Control Node, вот этого, Fluent Bits, View Logs, и смотрим, что у нас здесь, так, ну, логи уже ускакали, что у нас здесь, Output, Forward, Forward, Noob Stream, Connection, Available, Rancher, бла-бла-бла, Connection Refused, Fluent D, что-то нас посылал, но потом Flash Chunk пошли, то бишь, логи начали сбрасываться дальше, инфу, это, видать, когда происходила реконфигурация Fluent D, он-то пытался что-то отсылать, не отсылал, сохранил в буфере, и потом вот эти чанки, эти буферы, он поскидывал туда, в общем, логи уходят, к сожалению, логов здесь немного, но мы видим, что ошибок, в принципе, здесь особых нет, следующее, следующее, что мы должны посмотреть, это логи, вот этого Fluent D 0, это наш роутер логов, view logs, и, так, контейнер Fluent D, и мы ничего не видим, ну, добрые люди, которые, которые делали эту систему, сделали одну интересную вещь, давайте посмотрим, Rancher Fluent D, так, что меня интересует, меня интересует, о, только не так, меня интересует Fluent D, и меня интересует Edit as YAML, я хочу, таки, манифест видеть в том виде, в котором он есть, значит, со что у нас здесь есть, так, где у нас контейнеры, Volume Mounts, аргументы, вот, вот у нас контейнер Fluent D, вот обратите, пожалуйста, внимание на аргументы этого контейнера, что мы видим, что запускается Fluent D внутри контейнера, но логи сохраняются в файле QuarLockout внутри этого гребаного контейнера, то есть, ребята, мы должны логи выдавать на стандартный вывод, чтобы, ну, система контейнеризации эти логи подхватила, но здесь, в данном случае, конкретном, логи Fluent D сохраняются внутри контейнера, слава богу, к нему ротацию присобачили, то есть, логи там не займут много места, но вообще, это, конечно, прикольно. Я, честно признаюсь, догадался посмотреть на то, как настроен контейнер, какие ему параметры передаются, честно говоря, где-то через два часа непоняток, а где же логи у него, где же у него кнопка. Такие забавные люди. Я предполагаю, почему они так сделали, чтобы, типа, логи самого Fluent D не попадали в систему логирования, и если вдруг какая-то ошибка у вас не пошел вал логов с ошибками, оно начало друг друга, в общем, снежный ком не получился, скорее всего, из-за этого, но, конечно, было неожиданно и неприятно. То есть, чтобы посмотреть логи Fluent D, нужно залезть в контейнер. Так, это у нас, это у нас, это у нас Fluent D, Execute Shell. Значит, логи находятся в Cut Fluent D Logs Out. Вот этот файлик Out. Давайте посмотрим, есть ли здесь какой-нибудь криминал. Так, вот у нас стартанул Fluent D, он написал, кстати, он написан на Ruby, то есть, это жирное такое, достаточно приложение, неповоротное, ну как, ну, достаточно неповоротливое. Все-таки, посмотрите в сторону вектора, он такой, поживее будет. Вот, это у нас конфигурация Fluent D, но это первоначальная конфигурация, которая, которая была создана при старте контейнера. Как видите, она пустая, здесь ничего особого нет. Так, дальше, бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, Error. Этот Error, не тот Error, который мы ищем, это Error, Flushed Unaspectly Status 0. Это когда была конфигурация Fluent D, когда мы создали вот этот вот Output, Flow, сюда были подкинуты конфиги, и, собственно говоря, мы видим, что вот у нас конфиг перечитался, и, в общем-то, ошибок, связанных с отсылкой логов в OpenSearch, я здесь не вижу. То есть, предполагаем, что у нас Fluent D работает. Значит, если вы вдруг хотите посмотреть конфигурацию, текущую Fluent D и Fluent Bita, нужно смотреть, нужно смотреть секреты. Нужно смотреть секреты, связанные с Fluent D и Fluent Bita. Значит, вот есть секрет Fluent D App, в котором находится Fluent D Conf. Его, как раз, смотреть не надо. Когда вы изменяете Flow и Output, у вас генерится секрет, в котором находится текущая конфигурация. Так, как здесь посмотреть? Как здесь посмотреть секрет? Так, Ранчо, ты неинтересный парень. Давайте глянем. Cataloging. Секреты. Вот этот секрет нас интересует. Вот если вы посмотрите и содержимое, то увидите, собственно говоря, конфигурационные файлы Fluent D. Если вы в них что-нибудь понимаете, и вы можете разобраться, понять, как сконфигурирован Fluent D. Вот так вот. Просто показываем. Но, судя по логам, мы увидели, что с Fluent D у нас все хорошо. Он, никаких проблем у нас нет. Ну, скорее всего, скорее всего, да, скорее всего, я забыл про буфер. Я забыл про буфер. Мы, когда с вами в логинг формировали, формировали кластер Output, мы здесь установили буферизацию. И он сразу не послал это все в логи, а такими порциями раз в минуту будет посылать. Да, вот из-за этого, скорее всего, здесь индекса нет. Ну, вот, индекс у нас появился в итоге. Мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. Раздел Mapping. Так, раздел Kubernetes нас интересует. Вот основные вещи. Во-первых, появилось поле M-Time в индексе типа Date, на основании которого мы можем использовать таймштамп данного лога. Сам лог находится в Message. Дополнительная информация, связанная с контейнером Kubernetes, находится вот здесь, в разделе Kubernetes. И мы сейчас с вами это увидим. Значит, традиционно нам нужно будет создать в Stack Management нам нужно будет создать индекс-паттерн, чтобы отображать в Discovery. Здесь у нас ничего нет, поэтому создаем с нуля. Нас интересует Control Plane. Нас интересует Control Plane точка звездочка. Вот так. То есть, мы будем отбирать все индексы, которые подходят под этот шаблон. И вот здесь мы указываем то поле, где находится время события. То есть, поле Date. Вот, если бы мы не позаботились и не добавили этот фильтр, этого поля M-Time у нас не было. И мы, соответственно, не смогли бы сделать для нормального просмортера в Elasticsearch в Kibane либо здесь в Dashboard OpenSearch наших логов. Ну, дальше мы традиционно переходим в раздел Discover, выбираем индекс и получаем набор логов, которые у нас идут из Control Plane. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Значит, набор Kubernetes это модуль Kubernetes, который во Fluent B-T сейчас настроен по умолчанию, собирает дополнительную информацию о поде, контейнере и так далее. Значит, так, это у нас контейнер name CoreDNS. Ну, давайте не CoreDNS, посмотрим, что-нибудь другое. что у нас здесь есть. Куби API Server. Ну, API Server, да, это нормально. Логи API Server регулярно, вернее, API Server регулярно дергается, соответственно, регулярно у него будут логи. Сам лог, как я уже говорил, находится в поле Message, и вот он, лог, мы можем его посмотреть. К сожалению, здесь разобрать вот этот Message на отдельные поля. Ну, для этого придется изучать, скорее всего, фильтры какие-то вот этого логинга оператора, а я этим заниматься не хочу. Я просто не пользуюсь этой системой. Опять же, в видео про логирование, которое у меня есть на канале, там показано, как разбирать такие поля. Для чего? Для того, чтобы у вас вот здесь в индексе появились поле. Поле Level, поле, там, не знаю, Target, поле Logger и так далее. Но это отдельная большая история про логирование. Сейчас мы с вами просто тупо, по-быстрому наметали такой шовчик нитками, собрали просто логи, чтобы мы могли их хотя бы видеть и сохранять в каком-то хранилище. Более тонкая настройка логов все-таки происходит при помощи фильтров в Flow. Так, иди отсюда. All Namespaces. Flow, но заниматься мы этим не будем. Моя задача была показать, как это делается в ранчере. Я вам это показал. И вроде бы на это можно было бы завершать видео, но на самом деле я его не завершу. Почему? Потому что сейчас, вот все это время, мы работали как администратор ранчера. Но ведь есть же еще простые пользователи. Понятно, администратор может все, но простые пользователи у нас в системе есть. Так вот, у нас, действительно, в кластере есть пользователь. Это из предыдущих видео мы им пользовались. Вот он, Артур. Он обыкновенный пользователь, никаких ролей на нем особо нет. Часто мы админом работали. Но вот есть некий Артур. У него в нашем кластере есть проект, который называется TestUp. Вот этот проект, TestUp. В котором есть Namespace TestUp. В котором этот пользователь, Артур, разместил свое приложение под названием TestUp. И это приложение имеет два пода, которые, в принципе, эти приложения простейшие, а их задачи генерируют метрики и логи. То есть, они тупо ничего не делают, они только метрики и логи. Вот, если посмотреть логи, то мы увидим, что вот это приложение просто тупо эти логи генерируют, генерируют. Какая-то фигня тут, но в общем, они есть. И вот этот пользователь, Артур, решил собрать логи своего сохранить где-то. Либо поднять свой OpenSearch, либо сохранить в нашем OpenSearch. В общем, как-то где-то сохранит. Ну, давайте разбираться с ним. Сможет он это или не сможет сделать. Сразу скажу, нет, не сможет. Почему? Все очень просто. Смотрим Project. Project TestUp. Вот у нас Project TestUp. Давайте-ка мы его немножко отредактируем конфиг и посмотрим. Вот есть Project. В нем есть два мембера. Есть MemberAdmin. Это тот ProjectOwner, который создал данный проект. то есть, тому, кто создал проект, сразу присылается роль ProjectOwner. Да, по поводу ролей. Сразу говорю, вот есть видео, пользователь Баг, посмотрите, там подробно рассказывается. Сейчас не буду глубоко углубляться, но вот просто вот есть роль ProjectOwner. Значит, мы в этот проект добавили пользователя, который будет в этом проекте что-то делать. Мы ему сделали роль ProjectMember. Почему не ProjectOwner? Почему ProjectMember? Потому что ProjectOwner может изменять параметры проекта. Например, квоты, которые мы выставляем на проекты. Вот мы проект завели, сказали, что вот всем приложениям, которые там пользователь начнет делать, у него есть лимиты по процессору, по оперативной памяти, по Storage Reservation, в общем, и много чего мы здесь можем еще накрутить. Если мы дадим пользователю ProjectOwner, он сюда зайдет и вдруг, вот ему не хватает оперативной памяти, он такой, блин, не хватает оперативки, зайду-ка я увеличу себе квоты. А тут у нас кластер бабах, рухнул. Мы такие, нежданчик. А что случилось? Да тут, блин, понимаешь, пользователь зашел себе квоту увеличил. Ну, понимаете, да? Это же бред какой-то. Соответственно, ProjectOwner мы никогда этому пользователю в жизни не дадим. Понятно, да? Почему ProjectMember, а не ProjectOwner? Открываем документацию по ранчо. Вот наша текущая версия, 2.7. Вот у нас раздел Logging. Вот у нас раздел Roller-Based, Access, Control и Logging. Как вы понимаете, для того, чтобы получать систему логирования, должны быть какие-то роли, которые мы присваиваем пользователю. Значит, если говорить про ClusterFlow и ClusterOutput, тут понятно, с этим может работать только администратор ранчера. нормально, все хорошо. Соответственно, остается Flow и Output. И вот тут вот, черным по белому написано, ProjectOwner может создавать Flow и Output. ProjectMember может только смотреть Flow и Output. Зритель наш пользователь. То есть, если мы сюда зайдем и он захочет разделил Logging, да фиг с ним там кластер, да, создать просто Output, он это сделать не сможет. Он пойдет к администратору, скажет, администратор, такая фигня, мне вот нужно собирать логи, но я не могу, дай мне мембера, этого овнера, мы говорим, иди нафиг, какой ты овнер, там кластер завалишь. В общем, опа, случилось опа. Итого, Ранчер нам предоставил еще одну интересную возможность, которая да фиг не нужна. Ну вот, у нас пользователь, он должен работать, он должен логи получать, метрики, ну, смотрите, мячу туда-сюда, логи он не получит. Спрашивается, и нафига Папу Гармонь, зачем нам этот Ранчер? То есть, мы с вами посмотрели только что еще одно видео про Ранчер из раздела А нафига нам этот Ранчер? Вот такая вот забавная штука. На этом, наверное, все на сегодня. Встретимся в следующем видео. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok